Просто шли, услышали, что они прям плачут. Не то, что даже кто-то скулит, а прям плакал, как маленький ребенок. И вот, прям в этом баке, во втором, в одном из мусорных пакетов они были. Одиннадцатиклассники Алексей Милишников и Аня Кульбацкой не прошли равнодушно мимо, как десятки взрослых людей. Не побрезговали залезть в помойку. И спасли две маленькие жизни. Две из четырех. Двое щенков не дождались спасителей. Холодных малышей ребята отогрели и приютили на ночь. По совету мамы, Аня написала в WhatsApp в группу общественной организации «Уши, лапы, хвосты». Я не знаю, как назвать таких безответственных людей. Они положили своих щенков, которых родила их домашняя собачка, в пакет и в мусорный бак. Ну а что делать, они уже родились. Решение нашли быстро. Щенков подложили к другой собаке. Она сейчас на передержке у еще одного волонтера – Василия. Моника, так зовут новоиспеченную мамашу, сама с тяжелой судьбой. Сейчас после операции. Василий забрал ее и еще двух кошек в нежилую квартиру, где они обрели дом. Ну она была беременна. Как бы трудные роды у нее были. Просто люблю животных. И состоял в группе. И предлагали. Я вот забрал. Сначала кошку забрал себе, потом собаку, потом щенков. Все, кроме щенков, останутся жить с Василием. Малышам нужно найти хозяев. Их ждут еще три собаки. Они живут у волонтера Лены в частном доме. Планируем мы пока до пристройства. Естественно, пока семью они не обретут. Лиса как бы у нас обрела уже семью. Ждут, пока вольер построят. Пока все растает после долгой зимы у нас. Каждый из волонтеров сам когда-то приютил брошенного питомца. Лена с супругом оставили себе Тобика. Сейчас ему пять месяцев. Он не дожил бы до них, если бы его не забрали зимой из отдаленного микрорайона. У Розы дома шесть животных. Недавно в ее семье появился великан Геракл. Брошенный на улице 40-градусный мороз. Сейчас Роза ищет хозяев для приветливой Ксюхи. Ее сбитую на дороге подобрала неравнодушная девушка. Она очень живая. Она нереально любит детей. Пожалуйста, наши координаты есть у Вас. Пожалуйста, отзовитесь. Сейчас на передержке у волонтеров 28 кошек и 7 собак. Но общественная организация не приют для бездомных. В ней учат гуманному отношению к домашним питомцам. Недостаточно просто кормить и выгуливать. Кошек и собак нужно стерилизовать. Только так можно контролировать число безнадзорных животных.